Мастер спорта Кузницы чемпионов женского баскетбола в России сегодня по праву считается Самара, точнее клуб Политех СамГТУ. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат страны женской суперлиги. А начиналось все 16 лет назад. Инициатором создания спортивного коллектива выступил ректор Политеха Владимир Калашников, а возглавил команду заслуженный тренер России Леонид Окунев. О межсезонье и планах на предстоящие соревнования мастеру спорта расскажет директор баскетбольного клуба Политех СамГТУ Евгений Франк. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с самого начала. Действительно, что происходило в межсезонье интересного. Ну, на самом деле, межсезонье для нас началось уже в мае, как только закончилась наша игра в системе плывов. Вот, поэтому мы сразу начали заниматься активно-селекционной кампанией, и мы считаем, что нам это удалось, потому что главная задача любой селекционной кампании – это сохранить костяк команды и усилить те направления, где мы были слабыми. Костяк команды мы сохранили и приобрели, как мне кажется, довольно-таки двух сильных игроков. Это Людмила Мальцева, это наш самарский игрок, который играет на позиции пятого номера, и разыгрывающий, атакующий защитник Полина Завьялова из команды ОГМК. Кроме этого, были сборы на базе нашей турбазы «Политехник». Просто звучала фраза «нужно усиливаться как чемпионы». Неужели у команды чемпионы есть слабые места? Ну, на самом деле, прошлый сезон был очень такой двоякий. Мы стали, да, чемпионами регулярного первенства, а по итогам общего чемпионата мы заняли пятое место. Поэтому, безусловно, команда требовалась усиления, команде необходимо встряхнуться, потому что, с одной стороны, мы обыграли два раза и чемпиона команду «Динамо Курск». У нас было очень много хороших игр, очень драматичных игр, но в плей-офф удача оказалась и нашей стороне. И, безусловно, задача или руководящего состава, или тренерского состава было вывести именно те болевые точки, чтобы команда в этом сезоне однозначно была в призах, потому что задача на этот сезон поставлена перед командой, передо мной быть ниже третьего места. Ну, то есть двух игроков приобрели, а двух отказались или нет? Да, два игрока у нас из команды ушли, плюс мы второй год очень интенсивно подтягиваем нашу самарскую молодежь. Это Ирина Архипова и Татьяна Ханеки, наши самарские игроки, воспитанники тренера Марины Курюльчук. Потому что нам очень важно выстроить ту пирамиду от детского баскетбола до профессионального спорта, потому что профессиональный спорт выполняет функцию только тогда, когда те сотни девочек, которые приходят в многочисленные дюж города Самара, Сызрани, Тольятти, отрядно увидят, что у них есть шанс попасть в нашу профессиональную команду, есть шанс стать звездой. У нас, например, позапрошлым году Юлия Полуянова стала бронзовым призером универсиады, стала мастером спорта. И на следующем сезоне стала выступать в команде премьер-лиги. Это дивизион выше, чем мы. Поэтому, безусловно, в команде есть возможность расти, есть возможность игрокам сборной России, есть возможность войти в топ-команды женского чемпионата. К сожалению, пока мы не относимся к топ-командам. Например, в лиге, я думаю, что мы уходим в десятку, в 14 ведущих команд России. Поэтому, когда те девочки видят, что есть самарские девчонки, которые на 2-3-4 года старше них, и у них все получилось, почему у них не должно получиться? Только тогда функция профессионального спорта в регионе начнет выполняться. А не когда мы сейчас пригласим легионеров из других регионов, либо из других стран. А после нас хоть трава не растет. У нас совершенно другая идеология. Здесь мы созвучны и с Федерацией баскетбола Самарской области. Такая же идеология поддержка на самарские кадры и приглашать легионеров только в том случае, когда на этих поясах нет самарских игроков. Но есть из чего выбирать? Я имею в виду из местных баскетболисток. У нас одна из лучших в России детских школ под руководством. Марина Курильчук, Виктора Курильчук. Поэтому, безусловно, есть из кого выбирать. У нас девочки и много раз становились по своим годам чемпионами России, много раз становились и бронзовыми призерами чемпионатов России. Поэтому очень большое достижение. И, безусловно, от всех самарских игроков, которые сейчас играют на профессиональном уровне, уже собрали. Кроме одной, это Ольга Артешиной, которая является игроком сборной России, игроком команды УГМК. А все остальные игроки, поверьте мне, играют уже в нашем замечательном клубе по литературе МГТУ. И плюс, скажем так, вот эти две девочки, на которых мы тоже делаем ставку. Хотя у меня был такой шуточный разговор с Ольгой Артешиной, не думает ли она когда-нибудь вернуться к нам обратно в Самару. Это на чемпионате Самароупен, который проведен в Федерации баскетбола Самарской области. Я имел счастье, играя с Ольгой Артешиной в одной команде. И какой ответ? Ну, на шуточный вопрос добавить шуточный ответ. Я думаю, что пока нам еще рано приглашать Ольгу Артешину, хотя нам стоит поторопиться, наверное. Хотя мы все большие оптимисты, и будем надеяться, что когда-нибудь Ольга Артешина, по крайней мере, может быть в каком-то выставочном матче, опять вернуться на Самарский паркет. Мы уже начали разговор о предстоящем сезоне Кубок России в чемпионате. Планы и задачи, вы уже начали потихонечку о них говорить. Поподробнее расскажите, как вообще планируется провести этот сезон. То есть уже какие-то наметочки есть с кем, как играть, кто наши основные соперники и так далее. Основные конкуренты те же самые. Это дублирующие составы МБА, это дублирующие составы Динамо Курск, это сильная команда Нефтяник Омск, Омск и сильная команда Ростов-Дон-Юф, вот такая университетская дербия. То есть мы с ними уже на протяжении нескольких лет конкурируем, соперничаем. Поэтому основные конкуренты остались, выше класса никто не поднялся в Премьер-лигу. Цели, как я уже обозначил, быть в призах, то есть команда должна занять не ниже третьего места, только в этом случае выступление команды будет признано удовлетворительным. Как я уже повторил, косяк команды мы сохранили, это и наших звезд Евгению Кожевникову, мастер спорта международного класса и мастер спорта Ольга Овчаренко, вот, укрепились двумя игроками. Первые официальные игры начнутся в октябре, пока еще календарь официально не утвержден. В октябре, в течение апреля будет плей-офф. Вот, поэтому мы надеемся, что весь сезон мы пройдем ровненько, хотя без спадов тоже не обойтись, это спорт, это физиология. Вот, и к плей-оффу подойти во всеоружии. Запасных много? Скамейка длинная? Официально заявлено 13 игроков, вот, на площадке 5 игроков. Костяк любой баскетбольной команды это 8-9 игроков, остальные, как бы, игроки являются подстрахующими на случай травм, на случай куфта форс-мажора. То есть, в принципе, линейки в 10 игроков достаточно, чтобы выиграть сезон, ну, или выступить успешно. Ну, так скажем, взаимозаменяемость, она равноценная у вас в команде? У нас довольно-таки... Или когда, так скажем, запасной выходит, приходится немножко напрягаться? Нет, у нас уникальная команда. Вторая пятерка в иные игры набирает больше в течение сезона, чем стартовая пятерка. То есть, у нас абсолютная заменяемость, конкурентная среда, и в этом году мы даже усилили конкуренцию, вот, по-моему, соглашение Людмилы Мальцевой и Полины Завьяловой. Потому что, какими игроками, какие бы игроки не были великими, в нашем масштабе, то, безусловно, нужно быть конкурентом, чтобы человек не успокаивался, чтобы он бился за состав, отдавался на каждую тренировку. И только в этом случае он и в официальных играх будет отдаваться по максимуму. Поэтому я считаю, что состав у нас один из сильнейших в лиге. Теперь осталось вот эту воду в кувши не расплескать, и во всеоружие подойти к плывуфу в 2017 году. Ну и последний вопрос. Дальше, 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 куда выше? Или вы так и останетесь в этой лиге? Побеждать и побеждать. Безусловно, рост зависит от очень многих составляющих. Девиз нашего университета политех всегда первый. Вы знаете, что в этом году мы стали опорным вузом Самарского региона. Опорный — это не только в области науки и культуры, но и в области спорта. Я могу без зрения и совести сказать, что мы, наверное, самый спортивный вуз России. Мы, наверное, единственный вуз, на базе которого функционируют профессиональные баскетбольные команды. В этом году мы открываем новый замечательный проект. Это же мужская студенческая команда «Энергия» сам ГТУ. Это в студенческой лиге ВТБ. Мы будем представлять Поволжье и Самарскую область в студенческой лиге ВТБ. У нас есть профессиональная команда, очень сильная команда по боксу. Мы 15-кратный чемпион спорта «Океады». Поэтому, безусловно, те традиции, те победы, которые остаются за нами, просто толкают нас вперед. И вот недавно были когда официальные игры мужской сборной России по баскетболу. Всем известно, что Борис Ильич Соколовский является выпускником нашего университета, является вторым тренингом сборной России. Поэтому, безусловно, с такими выпускниками, с такими традициями, конечно, хотелось бы играть в первой лиге. Мы для этого чувствуем, что мы организационно созрели. Есть костяк, но зачастую все упирается в финансы. Да, потому что это необходимо нам менять площадку. Это МТЛ, арена, либо, надеюсь, что будет довольно-таки скоро отремонтирован ЦСКА ВВС. Это, безусловно, содержать дублирующий состав. Вот поэтому мы сейчас проводим работу по поиску дополнительного внешнего финансирования. Если финансирование будет на достойном уровне, конечно, мы себе ставим задачу, если будет высокая спортивная планка нами достигнут, то есть мы окажемся в призах, и плюс будет соответствующее дополнительное финансирование, то мы готовы играть, уже мы к этому морально созрели, уже на третий год выступления в профессиональном уровне в премьер-лиге Российской Федерации. Это был женский баскетбол на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь. С вами увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках ГорДС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин